Девушки отдыхают Трижды в него выстрелил Где он стоял? Возле окна И куда делся? Я не знаю Скажите, а вы всегда стреляете в людей без предупреждения? Он в меня целился, между прочим И потом Я в руку стрелил Ничего себе Андрей Анатольевич, подойдите Ну что тут у тебя? Запись с видеокамеры Опа Ну я в общем так и думал Ах, Тихомеров Нервничаешь ты, Тихомеров Руки у тебя трясутся Так будет лучше Поверь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ты молчишь Шутка тебе не понравилась, Тихомеров Не нравится, когда над тобой смеются Ну конечно, ты же крутой Ты у нас крутой, Тихомеров Отвечай А я его понимаю Кому понравится, когда из него посмешище делают Ну, психанул человек А пистолет под рукой Верно я говорю Я в Романа стрелял Что ты лепишь? В какого Романа? Не было там никакого Романа А вы его нашли? Найдем Обязательно найдем Про камеру ты забыл, Тихомеров Или не знал, а? Ну что ты молчишь? Я же вижу, ты хочешь рассказать? Я хочу, чтобы на допросе Присутствовал мой адвокат А звонок другу ты не хочешь? Или помощь зала? Я отказываюсь давать показания без адвоката А убивал ты без адвоката, а? Ох ты у меня заговоришь, Тихомеров Ох ты у меня заговоришь Стоять! Лицом к стене! Пошел! Ну почему? Ну почему я его заставила? Он что-то чувствовал Он так не хотел, чтобы этот охранник был рядом с ним Лариса, любимая Ты хотела как лучше Кто же знал, что так получится? Я сама наняла Славика убийцу Понимаешь, сама Родная моя Любимая Это была случайность Славик неудачно пошутил У тупого Громилы сдали нервы Нелепая, жестокая случайность Господи Ну почему? Ну почему? Ну почему? Ну почему? Какая неспокойная дверь его сдала? Я... Я хочу, чтобы он был наказан Я хочу, чтобы он получил по заслугам Я хочу, чтобы он до конца своих дней Жалел о том, что он убил моего брата Ты слышишь? Это я тебе обещаю Он вообще пожалеет, что родился на свет ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо, слушай меня внимательно На клиента сегодня будет совершено покушение Не упускать его из виду ни на секунду Ты понял? Олег Иванович, вызывали? Проходи, капитан Что у нас с убийством Островского? Работаем, товарищ полковник Плохо Плохо работаете, товарищ капитан Мне уже звонили Родственник Сенчина, это тебе не шутки Плохо Рад 없ей Уин, уин, уин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЖАР! ПОЖАР! Уходим. ПОЖАР! Тебе конец. Заскочил в гостиную, там его не было. Потом побежал в кабинет. А ты вообще зачем искал? Вы же меня сами предупредили, что на клиента готовятся покушения. Я? Ну да, я уже вещи собирал, чтобы уйти оттуда к чертовой матери. А тут... Ваш звонок. Мой звонок? Ну да. Ты уверен, что слышал именно мой голос? Время, время. У меня и так могут быть большие проблемы. Сейчас, сейчас все. Я вообще тебе в этот вечер не звонил. Ну, время! Как же так? Я не знаю, Толя. Не знаю. Думай. Я не понимаю, Соловьев. Свидетельские показания есть? Есть. Записи, камеры наблюдения есть? Есть. Чего ты тянешь? Пиши заключение, передавай дело в суд. Что тебе еще нужно? Да у меня даже заключения баллистиков нет. Поторопи. Вечно они резину тянут. Все, уходи. Есть. Ну что, надумал? Мне не в чем признаваться. Понятно. Упрямый, значит. Вот это знаешь, что такое? Меня отсюда не видно. Это результаты баллистической экспертизы. Можно взглянуть? Сам зачитаю. Так, предоставить для следователей образцы. А вот. Совпадение характерных царапин, нанесущей части оболочки пуль в контрольных образцах и образцах, предоставленных для исследования, позволяет сделать вывод о том, что предоставленные для исследования пули были выпечены из пистолета марки из твоего пистолета, Тихомиров. Я не стрелял в Островского. И денег ты тоже не получал. Каких денег? Больших денег, Тихомиров. Больших. Вот это выписка с твоего банковского счета. За день до убийства Островского на твой счет было перечислено... Сколько? Я ничего не знаю, ни о каких деньгах. Ну, конечно. Я представляю, как будет хохотать судья. Тебя взяли над трупом, камера показала, что в Островского стрелял. Ты экспертиза это подтверждает. Кто и за что перечислил деньги на твой счет, ты не знаешь. Хороший комплект, да? Ты же умный мужик, Тихомиров. Должен понимать, что если будешь отпираться, тебе впаяют по полной. Мой тебе совет. Напиши признательное. Так, мол, и так. В состоянии аффекта. Контора у тебя не бедная. Адвокат не разорится. Годика три-четыре посидишь и выйдешь. За хорошее поведение и ударный труд. Ну, зачем тебе десятку париться? Думай, Тихомиров, думай! Тебе конец. Хорошо. Я напишу признательные показания. Пиши, пиши. Привезли, голубочка. Кстати, Леша, забыл сказать. Шеф премию обещал. О, это хорошо. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Я вошел. Где Островский был? За столом сидел. Ну, показывай, Тихомиров, показывай. Здесь он сидел. Показывай. Я вошел. Выстрелил. Он начал падать. Ну, продолжай, продолжай. Вот сюда он упал. Я сделал контрольный выстрел в голову. Показывай, как делал контрольный выстрел. Ну, вот так он упал. Я вот так выстрелил. Снял. В лучшем виде. Я только одного понять не могу. Тихомиров, зачем ты стрелял-то? Ты же ему мог, как цыпленку, втихую шею свернуть. Ведь мог? Мог. Мог. И потом? Ну, хорошо, выстрелил. А зачем ты на месте остался? Почему не сбежал? Почему не сбежал? Сбежал? Стоять, честно. На местах оставаться. Оружие на пол, быстро. Никому не дергаться, иначе я его пристрелю. Тихомиров, не дури. Пистолет сюда давай. Отпусти заложника. Ага, нашел дурака. Не дергаться. Зашли в комнату все. Все в комнату зашли, быстро. Быстро, я сказал. Пошел, дверь закрой. На замок. Ну что, Солонев, на боменаде? Давай, давай. Шагай. Ну и нашел для себя геморрой, Тихомир. Теперь червонцем не отделаешься. Все равно ж поймают. Это уж как повезет. Дверь открывай. Выходи из машины. Пристегивайся. Руки, руки поднял. Стой, стой, гад. Да пусти-то руки. Как сбежал? Заложника взял? Да вы что, там груши околачивали? Слушай, ты хоть понимаешь, что подписал себе смертный приговор, а? Побег и захват сотрудника милиции. Тебе ведь этого не простят. Тебя кончат при задержании. В тюрьме меня кончат быстрее. Да кому ты нужен? Я сам хочу об этом узнать. О чем нынче стоит гостей в камеру подослать? Недешево, наверное. Ладно, давай сделаем так. Ты сдаешься. А я попытаюсь заметить эту историю с побегом. Сделаем вид, что ничего не случилось. Лады? У меня другие планы. Всем постам сбежал особо опасный преступник. Тихомиров Анатолий Валентинович. Возможно, управляет автомобилем марки УАЗ с милицейской символикой. Принять меры к задержанию. Ну? Ну на что ты надеешься? Тебя возьмут на первом же посту. Да, тут ты прав. Тихомиров, где твое удостоверение? Зачем тебе? А я в детстве мечтал быть милиционером. Ты что задумал, Тихомиров? Капитан Соловьев, выходите из вас. Да я ни в чём не виноват. Сейчас разберёмся. Пойдёмте. Совсем менты оборзели. Полный беспредел. Это не ментовский беспредел, а бандитский. Бандитский угон. А ты кто такой? Капитан милиции. Или уже не капитан. Лейтенант, вот. О как. А чё? Удостоверения нет. Оружия нет. Да и мобильник жалко. Алло, Таня. Тихомиров. Таня, вопросы потом. Пробей по нашей базе. Адрес Романа Мирошниченко. Это водитель Островского. Толя, ты где? Толя. Виктор Владимирович. Да. Тихомиров сбежал. Что значит сбежал? Во время следственного эксперимента захватил заложника следователя и уехал на милицейской машине. Так. Чёрт знает что. В начале губойного отдела. Олег Иванович. Виктор Владимирович. Да, я. Что у тебя там за бардак творится? Понимаешь, он заложника взял. Да мне плевать на твоих заложников. Когда поймаете? Скоро. Олег Иванович, ты знаешь, кому я могу позвонить? Он не уйдёт, обещаю. Всё. Вот что, Михалыч. Пока там милиция раскачивается, поднимай своих людей. Денег не жалей, но из-под земли мне этого гада достань. Сделай, Виктор Владимирович. Аккуратнее кидайте-то. Слышишь, Петрович, может я у тебя наберу пару мешков капусты-то? Да мне не жалко, только здесь-то она сырает. Ты вон там под навесом набери. Да. Получишь бы. Ну куда, куда? Вот давай на третий. Куда сюда складываешь-то? Дай сюда. Он тут. Сейчас возьмём. Всё, начинаем. Вперёд! Вы что, мужики? Мне же разрешили. Я ничего не делал. Это не он. Не я. И это не он. Ноутбук. Так, он здесь. На складе. Вперёд! Стоять, глуши мотор! Руки за голову, быстро! Это тоже не он. Ну-ка, дай свой мобильник. Твою мать, а! Твою мать, да? Твой? Мой. Ага. Всё ясно. Вот урод, а! Опа! Опа! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, выпей хотя бы чаю. Лариса, милая, нельзя так себя изводить. Выпей хотя бы пару глотков. Вот и молодец. Я поняла. Нашу семью преследуют рок. Сначала убили папу. Потом Славика. Ну что, что ты такое говоришь? Ты единственный, кто у меня остался. Я боюсь за тебя. Если с тобой что-то случится, я... Моя хорошая, моя хорошая. Береги себя. Моя хорошая, ничего, ничего, ничего плохого больше не случится. Я прошу тебя. Ни со мной, ни с тобой. Отдохнула? Не поверишь. Как в раю. Не боишься принимать в себя беглого преступника? Нет. Во-первых, ты сам проник в мой дом. Я тебя не приглашала. А во-вторых, я не верю, что ты убил Островского. голодный? Спасибо. Спасибо. Я слышала три выстрела, а попаданий было два. Чтоб ты промахнулся с двух метров. Нет, ну хотя всякое бывает. Его убил Роман, да? Нет. Я не видел, как Роман стреляет у Славика. Кому-то очень нужно было повесить это убийство на меня. И у них это практически получилось. Ну, они тебя плохо знают. Шеф в курсе? Его связи бы тебе сейчас пригодились. Я не буду просить Хамзу о помощи. Ты его тоже в чем-то подозреваешь? Нет. Просто ему и так сейчас придется нелегко. Представляешь, какой скандал? Патрульник его охранного агентства убил клиента. А если еще узнает, что он мне помогает, в общем, это моя проблема. Мне и решать. Ложись спать. Спасибо, Диана. Не за что. Я постелю тебя. На диване. Тебе нужно прилечь. Прилечь, отдохнуть. А я буду рядом. Я буду рядом. Ну что, пока никаких следов. Михалыч, мне тебя учить нужно. Разыщи всех его родственников. Знакомых этого подонка. Баб его найди. Не мог что-то сквозь землю провалиться. Да, и распорядись насчет машины. А как же Лариса? Я дал снотворное. Она спит. Понял. Значит, я отвожу клиента в аэропорт, а потом уже постараюсь что-нибудь выяснить. Самое главное — роман. Да, с него и начну. Так. Я мобильник тебе оставила, да? Ты его подзаряди. В холодильнике сам все найдешь. А вот ключи запасные. Кажется, все. Пока. Машина заводи. Здравствуйте. Это программа «Криминальные новости», и я ее ведущий Александр Макаров. Сегодня в центре Москвы произошло вооруженное ограбление торгового центра. Около пяти часов утра в помещение магазина ворвались четверо преступников в масках и, ранив в ногу охранника, похитили 200 тысяч рублей. Одна из продавщиц магазина запомнила марку машины, на которой скрылись нападавшие. В городе был объявлен план «Перехват». Вскоре брошенная преступниками машина была найдена недалеко от места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось выяснить, кем владельцы машины. Им оказался один из нападавших. Сейчас ведется поиск его сообщников. Как сообщил нам директор торгового центра, преступники, скорее всего, действовали по наводке. В данный момент сотрудников магазина взяты под пысками выезда. С ними работают следователи. Напомним, что это уже второе подобное ограбление за этот месяц. На прошлой неделе был ограблен торговый центр на юго-востоке столицы. Преступники, ранив двоих огранников, похитили из магазина 150 тысяч рублей не скрылись в неизвестном направлении. А эти и до сих пор не удалось. Клубный пожар произошел сегодня на северо-востоке столицы. Как сообщили нашему корреспонденту, около двух часов ночи загорелся склад со стройматериалом. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить огонь. Во время возгорания на складе находились двое охранников. Неплохой арсенальчик. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. К другим новостям. Сегодня произошло ЧП на станции Преображенской Сокольнической линии. Сотрудники метрополитена, прибывшие на место происшествия, извлекли тело упавшего под поезд человека. Им оказался Роман Сергеевич Мирошниченко 1975 года рождения. По факту гибели прокуратуры возбуждено уголовное дело. Да, Толя. Роман погиб. Как? Метро. Упал на рельс перед поездом. Толя, не верю в такие случайности. А тебе не кажется, что кто-то начал следы заметать? Кажется, кажется. Вот и мне тоже. Нельзя время терять. Согласен. Так, я в судмедэкспертизу. Хорошо, давай. Давай, созвонимся. Дианочка, здравствуй, дорогая. Яночка, привет. Я буквально на минутку. Ну, началось. Ну, опять на минутку. Ну, что же это такое? Сто лет, в конце концов, не виделись. Нет, мы посидели, пообщались. Честное слово, кофейку вы попили, чайку. У меня как раз перерыв. Хорошо. Какие у тебя проблемы? Ну, слава богу, никаких. Просто нужно кое-что уточнить. Ты не могла бы выяснить, кто делал вскрытие Вячеслава Островского? Тут и выяснять нечего. Профессор Лями. Он у нас самый лучший. Ты знаешь, такой живчик, такой замечательный старичок. А это он? Точно? Что точно? Что старичок замечательный? Нет, Ян, что он вскрытие делал? Ну, конечно, точно. Я сама протокол видела. Ну, пожалуйста, ну, пойдем. Дианочка, ну, на две минуточки. Ну, чуть-чуть, посиди. Прости, Ян, временем, ну, честное слово. Ничего не понимаю. Носится по городу, как угорелая. Ехала в центр. Развернулась, поехала в другую сторону. Черт. Ей кто-то звонил, я видел. Она не просто носит, она копает. Бегом в машину. Бегом в машину. Толь, я выяснила, вскрытие Островского делал профессор Лямин. Окей. Очень хорошо. Так. Продолжение следует... 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 Смотри, как затарилась. Мне бы этой еды на неделю хватило. Живет вроде одна, куда и столько. Да кто ее знает. Может, у нее и аппетит хороший. Или гостей ждет. Или уже дождалась. Привет. Как ты вовремя? Трендели не успеет остыть. Как пахнет, божественно. Спасибо, родная. Единственное приятное событие за весь день… А ты чем-то расстроен? Какие-то неприятности на работе? Что? Я говорю, ты чем-то расстроен? Проблемы на работе? Нет, нет. Все нормально. Я просто устал. Это погодное. Людмила Ивановна заходила из третьей квартиры, тоже жаловалась. Говорит, голова кружится, какая-то слабость во всем теле. А давление ей померила. Ну, так и есть, низкое. Неудивительно. Сейчас погода туда-сюда. Левушка, может тебе давление измерить? Да-да, сейчас. Надя, сядем за стол. Давай сидим твои замечательные крендели. Левушка, ты меня не слушаешь. Извини, родная. Мне обязательно надо позвонить. Юра, Леся Геевич, нам надо встретиться. Это очень срочно. Хорошо? Но не раньше, чем через час. Да. В парке у Третьяковки? Да, по другую сторону, у Третьяковки. Да. Юра, извините меня. Это правда срочно. Ну, хорошо. Да. Тогда договорились? Да, в общем, договорились. На Третьяковке побросишь? Садись. Лев Сергеевич, здравствуйте. Что-то случилось? Юра, простите, ради Бога. Вы знаете, как я вам доверяю. Конечно, в какой-то мере это и моя вина. Лев Сергеевич, вы сейчас о чем? Да и об этом вскрытии, которое вам пришлось сделать вместо меня. Я об этом юноше Островском. Я был совершенно уверен, что все будет в порядке, иначе никогда бы я не подписал этот акт. Юра, вы уверены, что передали баллистикам именно те пули, которые извлекли из тела, а? Лев Сергеевич, вы напрасно беспокойтесь. Я сделал все как надо. Простите меня, ради Бога, сядем уже? Ну, сядем. Что это? Бегите, Юра! Скорей, бегите! Дверь закрыла! Сейчас, сейчас! Жерт, не заводься! Юра, Юра, открывайте дверь! Юра! Я умоляю вас! Юра! 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...